Привет, дорогие друзья! Я уверен, что для Сырского подобрали специальную команду. Специальная, немножко странная команда Сырского, которая будет, должна сделать нечто, что неминуемо приближается. Начнем сначала. После назначения Сырского ему припомнили не только сдачу Бахмута и Дебальцева, но и ряд других вещей. И причем русские в этом активно помогают, потому что берут интервью у его родственников, родственники в Российской Федерации. Ну, это очень серьезно. Близкие родственники. Мы-то, я призываю даже вас не обращать на это внимания, потому что к каждому придолбаться можно. Но он не каждый, и он главнокомандующий. Проблема в том, что родня утверждает, что он придерживается пророссийских взглядов. Проблема в том, что он сам в 13-м году праздновал День России. Российские журналисты очень подыграли, тут же помчались снимать разговоры. И что вы думаете по поводу того, что Саша теперь командует силами обороны, которые убивают российских солдат? Узнали, что Сырский в частных разговорах якобы очень негативно высказывался об украинцах, несмотря на построенную в Украине военную карьеру. Сразу же погнали с этим бороться старого дурака из СНБО Данилова. И Данилов, центр противодействия дезинформации, у них есть такой, сам дезинформирует в полный рост. Рассказывает, что это все, конечно же, российская дезинформация. Не понял, в чем российская дезинформация? В том, что у него родственники из России, или в том, что он праздновал День России в 13-м году, так это же факт. То же самое, что можно говорить, что Порошенко, один из создателей партии регионов, так это тоже пророссийская дезинформация. То, что Порошенко являлся министром, который отлично торговал с Российской Федерацией в 14-15-х годах, когда уже была война, так это тоже дезинформация. Но не менее пристальное внимание сейчас к тем, кто был назначен, помимо Сырского. Зеленский пообещал совершить перестановки по-большому. Он намекнул, что в отставку идут и представители правительства. На самом деле мы не видим никаких перестановок, которые обещал Зеленский. Но это похоже на обычное обещание Зеленского. Убрали только главу этого, минветеранам. Там на минветеранах, я когда-то делал видео, еще до нее была еще одна воровка. И они постоянно воровали, очень много мыли денег на этих ветеранах. Как это делается, да? Автобусная поездка куда-то с целью сделать что-то. И они берут автобусная поездка, стоит 520 тысяч гривен. Карандаши раздать. Карандаш стоит 8 тысяч гривен. Ну и так далее. Этого никто не перепроверял. А тут, по всей видимости, перепроверили. Убрали Юлию Лопутину. Она фигурировала в шорт-листах еще год назад. А в ее ведомстве счетная палата нашла нецелевое расходование средств. Проще говоря, они их просто украли. За это она, конечно же, никакой ответственности не понесет. Потому что отставка это и так большая ответственность. Не о тюремном наказании. И годы ей думаты, знаете, для Резникова, для всех остальных. Короче, то, что убрали Шабталу, это тоже ничего удивительного в этом нет. Потому что это был человек залужного. И начальник генштаба выложил залужным совместное фото. Написали в фейсбук, что им уже никогда не будет стыдно. На место Шабталы перевели командующего сил территориальной обороны Баргелевича. Который занимался развитием ТРО еще до начала войны. Оборонял Гастомель. Участвовал в наступлении на Харьковщине. Наступление на Харьковщине. Смотрите, если некоторые люди из этой когорты, которые сейчас приходят вместе с Ирским. Это люди, которых держат за одно место. И я это сейчас докажу. То вот эти люди нужны для чего? Конечно же, для повторения тех успехов. По мудрости Зеленского сейчас можно повторить что-то, что было бы таким же успешным, как наступление в Харьковской области. Следующий подтверждает вот это мое утверждение. Новый командующий десантно-штурмовых войск Скибюк. Он тоже отличился при освобождении Изюма. Получил героя Украины. Полагаю, что этих людей подтягивает Банкова исключительно для того, чтобы сделать что-то такое эдакое, яркое, чтобы боевые действия в итоге не зашли в тупик, из которого не будет выхода. Вместо Сырского сухопутные войска возглавит земляк залужного Павлюк. До 22-го он командовал операцией объединенных сил. При этом за месяц до полномасштабного вторжения предупреждал, что россияне будут наступать. Даже говорил, что они не обязательно будут наступать только вот оттуда. Возможно еще вот оттуда и оттуда. В это же самое время Зеленский предлагал всем заткнуть пасти и не раскачивать экономическую, понимаешь, ситуацию. Потому что там даже, я вот точно помню, что там был отчет силового ведомства о том, что там поймали распространителя слухов. Или что такое? Слухи были о вторжении в феврале, да, на секундочку. 22-й год. Павлюк же даже называл вероятную дату, 20-е февраля. После окончания Олимпийских игр в Китае, учений в Белоруссии. В марте 22-го Павлюка назначили главой Киевской УВА для организации обороны области. Потом он стал первым замом министра обороны Резникова. Но пережил Резникова и стал уже замом Умерова. Что тоже интересно. В заместители главнокомандующего и главы генштаба постарались набрать побольше легендарных личностей, которые воюют с 14-го года. Замещать Цирского будет полковник Сухаревский. Полковник Сухаревский известен тем, что он первый отдал приказ стрелять по украинцам-сепаратистам в апреле 14-го года. Прорывал баррикады в Мариуполе и так далее. И тут обратим внимание, что он, так же как и Павлюк, руководил операцией по выводу из Изваринского котла. Обратим на это внимание. Командующего объединенных сил Наева в первом месяце войны ему даже звание Героя Украины дали, сняли теперь как бездомного пса. Об увольнении он узнал из средств массовой информации. Как мы помним, слухи, что его скоро снимут вместе с командующим Таврия Тарнавским и главой медслужбы Остащенко ходили еще в ноябре. В Минобороны это опровергали, но уже через несколько дней Остащенко сняли с поста. Теперь ее еще и уволили по состоянию здоровья. Тарнавский в свою очередь еще остается на своем месте. Вместо Наева назначили Юрия Садоля, который ранее командовал десантно-штурмовыми войсками, а до недавних пор морской пехотой. Это может, конечно, озадачить всех нас, потому что морская пехота в этой войне задействована была, возможно, только в очень спорном забросе в Крынки. И теперь они эвакуироваться оттуда не могут, потому что это будет зрада. И продвигаться не могут. А до этого морпехи обороняли Мариуполь, где сдались и до сих пор еще их меняют на российских пленных. И на том моменте, когда мы не понимаем, почему, где тут морская пехота вообще, на этом моменте я вам предлагаю обратить внимание на один эпизод из послужного списка морского пехотинца. А именно, в 1922 году он выводил солдат из-под Волновахи. То есть, несколько высокопоставленных офицеров, которые назначены сейчас, имеют опыт эвакуации воинских подразделений из того или иного проблемного места. Не имеется ли в задумке выводить солдат из Авдеевки? Наибольший ажиотаж вызвало назначение генерал-майора Плахуты, новой командующей терробороны. В прошлом он был заместителем командующего группировки Хортица, который управлял Сырский, в том числе во время наступления в Харьковской области. И опять, как бы, Харьковская область, наступать, все такое. Но, конечно же, этим неполживым журналистам, они вспомнили эту фамилию. Это же он бил мирных детей протестующих на Майдане. Он возглавлял управление Южного территориального командования внутренних войск МВД. И тогда вот коммунальщики пытались разбирать баррикады, вверх оттеснять мирных, конечно, протестующих. И тогда задействовали 400 силовиков, двое получили ранения от мирных протестующих. Видео есть с лицом Плохуты, где он рассказывает, что силу не применяли, а это сами протестующие провоцировали. Ну, конечно же, упоровшиеся не могли пройти мимо этого. И депутат от Порошенко Федына рассказала, что это отличный подарок десятилетию гибели. Уже 10 лет прошло после этого трэша, если что. Развития страны. 10 лет развития колоссального. 10 лет прошло с момента убийства на Майдане. Но у меня вот лично другой вопрос. А что может этот человек, чем он может помочь в создании террабороны, если они тогда не могли каких-то бомжей разогнать? Как он, который не смог повлиять на внутренний бунт, намного менее вооруженный, чем силовики толпы, где половина непонятно кого. Как он может в таком случае, ну, каким-то образом противодействовать обученной армии? Но! Даже самые упоротые признают, что он в свое время пытался вести хоть какой-то диалог. В январе 2014 он выходил для переговоров с активистами. Правда, минимум один раз его поймали на лжи. 18 февраля он обещал, что штурмов не будет. Но вряд ли отвечал за это он и вряд ли его ставили в известность. Хотя кто знает. Сам плохуто отреагировал на сайте террабороны. Он заявил о том, что он всегда был и остается верным украинскому народу. Что это значит? Почему такие люди? Ну, ряд людей, допустим, объяснить можно. Я же говорю, назначение ряда людей. Эти люди должны показать какую-то супер-пупер операцию, какой-то прорыв. Потому что в больном мозге Зеленского все точно так же, как и тогда. И поэтому получится скорее. Ну, тогда же получилось и сейчас получится. Он не смотрит на то, какая общая обстановка и что там уже не чмобики. Ну, короче, в общем. А ряд людей откровенно как-то с какими-то скелетами в шкафу. Равно как и сам Сырский, заметьте. А у Сырского серьезный скелет в шкафу. Потому что, ну, вы же понимаете, что может быть, если близкого родственника берут там ФСБ какие-то, пытать начинают, уши резать там и другие части тела. Фигня в том, что Зеленскому по барабану на их профессионализм они должны будут осуществлять нечто, для чего потребуется полная, чистая, прозрачная лояльность. Они все имеют или же проблемы какие-то, или же то, что может стать проблемами. Что же планируется такое? Ну, во-первых, конечно же, операции в лоб, операции мясные штурмы, убийство неподготовленных украинских солдат и так далее. Но помимо этого, может быть, готовится и нечто зрадное. Вполне возможно, что Зеленскому потребуются люди, помимо тех, кто готов все исполнить, способные разгонять майданы, внутренние бунты. Если уж у Януковича рука не дрогнула, так у этого и подавно, потому что он уже в мирное время практиковал эти разгоны. Вслед за этим Wall Street Journal пишет, что ответственность президента за происходящее на фронте после перестановок в руководстве усилится. Когда Сырский сдал Бахмут, он отправился в контрнаступление по южному флангу города, дошел до Клещеевки, да там и залип. То же самое, плюс-минус, скорее всего, планируют они и в Авдеевке. Будет удар по северному флангу, да, будет ли прорыв, увидим скоро. Но в любом случае Зеленскому необходимо показать какую-то результативность. Для чего же он тогда заменил главнокомандующего? Неужели просто потому, что это был его конкурент? Обратите внимание на вот эти вот назначения. Очень интересное назначение. Заставляет задуматься о том, что будет уже совсем-совсем скоро. Подчеркну, для тех, кого могут мобилизовать и для тех, кто уже служит, в этом не будет ничего хорошего. Точно. Пока.